Во время массовых акций протеста против войны в Украине в конце февраля и начале марта людей задерживали и отправляли в пыточную тюрьму на Окрестино. Там люди находились от одного дня до пяти суток до суда без еды. После суда, который с большей вероятностью можно назвать фарсом, нежели справедливым судом, людям назначали от 10 до 25 суток ареста. Некоторые оставались отбывать срок на Окрестино, а большинство доставляли в ВВС Жодино и ВВС Могилева. Все задержанные отмечают, что силовики целенаправленно создавали перенаселенность камер в 4-5 раза. Людям приходилось отбывать арест без отдельного спального места. Также не выдавались матрасы, подушки, полотенца и постельное белье. Многие задержанные вынуждены были спать на деревянном или каменном полу. Из-за переполненности во многих камерах было жарко, душно, на стенах собирался конденсат, люди задыхались. Охранники запрещали лежать и сидеть на койках днем и тщательно следили за этим. От постоянного стояния на ногах и напряжения многим становило плохо. В некоторых камерах, наоборот, отключали отопление и открывали форточки, а теплую верхнюю одежду у задержанных забирали. Многие оставались босиком, без носков. Люди замерзали и заболевали. Задержанные не высыпались из-за созданной переполненности камер, отсутствия отдельных спальных мест, матрасов и постельного белья. Ночью в камерах постоянно горел яркий свет. В дополнение ко всему вышеперечисленному задержанных пытали деприваться и сна. За ночь будили два раза в два и в четыре часа ночи. Человек должен был встать, назвать фамилию, имя, отчество. Отдельным видом пыток было залитие в перенаселенной камеры хлорной жидкости. Это вызывало раздражение дыхательных путей, люди начинали задыхаться, кашлять. В камерах антисанитария. Грязь, тараканы, клопы, мокрицы. Из-за антисанитарных и нечеловеческих условий содержания многие задержанные заболевали респираторно-вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19. У многих обострились хронические болезни. Медицинская помощь задержанным не оказывалась. Медпрепараты, принимаемые на постоянной основе, регулярно не выдавались. Задержанные не могли в полной мере поддерживать гигиену. В большинстве случаев им не выдавали мыло, туалетные бумаги выдавали крайне мало или не выдавали совсем. Женщинам не выдавали прокладок. Они были вынуждены рвать свои майки и делать прокладки из них. Зубную пасту не выдавали. Из интервью участницы антивоенной акции. Туалетной бумаги не было, средств гигиены не было. Всем девочкам приходилось все постоянно перестирывать, рвать майки на прокладки. То есть это было вообще ужас. Конечно же ни зубной пасты, ни зубной щетки ни у кого не было. Передачи не передавались. Но один раз нас отвели в душ. Это было такое издевательство, что лучше бы не водили. 33 человека завели в душевую, где 4 душа, из них 2 только работало. И такое маленькое помещение, мы там все вплотную стоим. Сказали вам 20 минут на все. И маленький-маленький кусочек хозяйственного мыла. На прогулке за все время содержания задержанных не выводили. Вещевые и продуктовые передачи от родственников запрещались. Некоторые граждане, которых задерживал ГУБОПИК, были сильно избиты. К ним при задержании применяли электрошокер, били по ногам. У них на теле были множественные гематомы. Сотрудники ИВС грубили, оскорбляли и унижали задержанных, при этом угрожая применением физической силы и изнасилованием. Просьбы вызвать скорую медицинскую помощь игнорировались. Задержанные отмечают лишь 3 случая вызова скорой помощи. Для девушки с биполярным расстройством, ее впоследствии поместили в психоневрологический диспансер в новинках. Для девушки с острой зубной болью, уже после того, как у нее распухла щека и требовалось срочное оперативное вмешательство стоматолога. Также скорая помощь увезла мужчину с мочекаменной болезнью. При этом его с дубинками заставляли буквально ползти к фельдшеру. На ИВС Жодино несколько раз избивали мужчин арестованных. Силовики ночью врывались в камеры и избивали задержанных ногами, руками и дубинками. Как минимум один раз это снималось именно видео. Был случай травли мужчин газом в камере. В качестве наказания за провинности, такие как громкий разговор или сидение днем на койках, охранники заставляли мужчин отжиматься или приседать до изнеможения. Если человек не соглашался, грозились избиением. В отношении женщин охранники также предпринимали физические воздействия и действия, которые можно трактовать как сексуальное домогательство. Из интервью участника антивоенной акции. Открывается камера, крик, морды в пол, ну что там падлы тихановские. Один заскочил, все упали, кто-то с верхней кровати, кто-то с нижних на пол. Несколько людей было при входе, они получили больше всего. Сразу всех лежачих начали бить, раздавая удары направо и налево. Кому-то зажал горло дубинка и начал бить ногой в корпус, в голову. Кто-то просто закатился под кровать от ударов и через некоторое время он, видимо, понял, что не сильно по всем прошелся. Он кричал, всем подняться, встать, руки за спину и продолжил нас избивать. Сам заскочил на стол и со стола продолжил раздавать удар. Особым методом издевательств в ИВС Могилева были ежедневные трех-четырехразовые досмотры камер и арестованных. Людей заставляли раздеваться, одевали наручники, выводили голыми из камер и проводили досмотр. При этом сотрудники ИВС вели себя агрессивно, грубо, применяли к задержанным физическую силу. Подробнее об антивоенных действиях граждан и реакции белорусского режима вы можете узнать в седьмом промежуточном отчете Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, подготовленном в сотрудничестве с мониторинговой группой «Белорусский ГАЮ».